друзья всем привет посмотрев сегодняшнее видео вы будете знать как сделать окраску своих канареек ярче с помощью обыкновенные прищепки прищепку взял желтую потому что речь пойдет о желтых канарейках и оранжевых канарейках и так нам понадобится несколько прищепок количество прищепок будет зависеть от количества клеток в которых у вас сидят канарейки также понадобится трава мокрица без нее никуда также понадобится одуванчики зеленые все это дело вы срываете когда будете собирать траву обратите внимание чтобы не было рядом дороги всяких заправок бензоколонок мазутных баков в общем чем экологически чище тем лучше да есть еще такое средство витарон но это немножко не особо на яркость влияет просто витарон влияет на насыщенность света то есть может быть темно-желтая а наша задача добиться ярко-желтого ярко-желтой канарейки сейчас мы с вами отправимся непосредственно а еще можно фломастером разукрасить но это глупости я думаю не надо но некоторые рисуют я помню в детстве я помню в детстве на птичьем рынке города армавира краснодарского края продавали попугая попугай был некрасивой расцветки и владелец это морковка обыкновенная владелец этого попугая покрасил его коричневой краской и краску использовал для женских волос представляете был такой каштановый попугай но внимание он привлекал но не знаю купили не купили итак пойдемте сейчас я вам покажу как красить как сделать ярче окраску наших канареек или ваших канареек друзья также можем взять с собой небольшую кисточку вот такую чтоб не слишком широкая была кисточка и обыкновенную краску желтую вот видите краска желтая яркая то есть эту краску можно развести но поскольку растворители они все вредны для канареек можно этот метод в принципе знать о нем что есть такой метод но не использовать можете допустим покрасить там в саду какие-нибудь элементы декора лавочки но я насчет канареек сомневаюсь что это нужно просто в одной литературе вычитал что можно красить краской желтой но я не дочитал кого можно красить то ли канареек то ли в общем запутался и сейчас мы все-таки дойдем до канареек я распутаюсь и расскажу вам интересную вещь а здесь в клетках пестрят своим разнообразием цвета новые молодые канарейки цвета у них видите немножко бледненькие недостаточно яркие и все хотят иметь у себя дома яркую канарейку то ли это будет ярко-желтая то ли это будет ярко-зеленая ярко-оранжевая стоит отметить что единственные канарейки которые не могут быть яркими это значит белую канарейку мы не можем сделать яркой коричневую черную допустим пепельную тоже мы не можем сделать яркой мы можем только сделать более насыщенный более контрастный окраску такие вот у меня и чтобы быть чтобы не быть голословным я решил проэкспериментировать на своих канарейках для этого я беру свое молодое поголовье я отобрал самых хороших вернее самых бледных десяток канареек мы будем сейчас начинать эксперимент этот эксперимент закончится примерно через два-три месяца потом также сделаю видеоотчет и вы посмотрите как изменилась окраска вот пожалуйста берем таких канареек берем обыкновенные прищепки я взял желтую потому что мы хотим наша задача добиться ярко-желтого цвета вот такого как это прищепка вот такие будут канарейки и так берем несколько прищепок берем траву друзья если вы боитесь и вы одни в квартире то не бойтесь выйдите на улицу встретите там знакомых канароводов и можете с ними обсудить значит смотрите к чему я говорю берете одну веточку макрицы одну веточку макрицы это для начала или один листик одуванчика один листик вот у вас допустим сидит пара канареек но условно говорю пара сидит вы сегодня дайте им один листик но помойте его под краном теплой водой но не горячей сегодня дайте один листик завтра дайте один листик послезавтра тоже дайте один листик то есть начинайте так три дня по одному листику потом 33 дня можно два листика и так шагайте по три дня это это для чего я вам советую чтобы ваши канарейки от жадности не объелись потому что травы много не бывает но когда когда канарейки после зимнего содержания зимне-весеннего содержания находятся без травы и тут приходит трава они начинают жадно и и поедать могут объесться могут переесть ненарочно ненарочно а когда вы их опасность в чем то есть травы много не бывает но если сразу на естся травы то их неопищеварительная система не готова еще перестроиться они ели сухое пророщенное там яйцо хлеб морковку кашу картошку ели а тут вы бах травы да и много они они рады этой траве кушают ее хорошо а пищеварительная система не надо про нее забывать она должна постепенно равномерно перестроиться на траву и тогда вы сможете смело сможете когда у ваших канареек пищеварительная система перестроиться на траву полностью вы сможете вот такие вот букеты им дарить каждый день свежие букеты и канарейка будет выбирать здесь уже лучшие части травы допустим она хочет вот эти тут цветочек в мокрице есть она съест сегодня цветочек завтра она откусит вот здесь вот тут кусочек этого листика откусит а этот весь букет на следующий день вы просто будете убирать он будет вянуть и будете каждый день предлагать такие большие букеты канарейки даже там купаются в этой траве то есть это не опасно это не вредно переедание травой нему не будет у вас если вы подойдете плавно к этому вопросу с умом с толком с расстановкой так вот на днях состоялся семинар армавирских канароводов на котором мне удалось присутствовать у нас редко но бывают состоятся семинары это дорогостоящее удовольствие и не всегда у меня есть возможность посетить семинар так вот на семинаре был затронут была затронута такая интересная тема по поводу окраса по поводу яркости канареек все мы знаем допустим мы раньше разбирали тему окраса там красные канарейки желтые то все кто к чем красит там каротины не каротины красители специальные которые якобы печень губят ну в принципе если соблюдать инструкцию то все может быть хорошо так вот этот раз на семинаре затронули тему опытные канароводы о яркости окраса и все как один прям так вот проголосовали руку подняли единогласно решили что яркость а я законспектировал думаю поделюсь со своими подписчиками дорогими моими друзья основа яркости канарейки нова окраса смотрите вон там самка кормит птенцов повторяю основа яркости канарейки нова окраса лежит вот видите что я вам показываю зелени чем больше вы будете давать своим птицам зелени тем их не окраска будет ярче это проще паренной репы сейчас я вам все продемонстрирую по порядку вернее не по порядку а наглядно и так вооружился я вот таким вот красным ярким фломастером как вооружился наверно много громко сказать я просто снял колпачок и вот так и хочется взять накрасить но нельзя друзья нельзя давайте будем все натуральное давать сейчас вам покажу как канарейки с удовольствием лопают траву сейчас я наведу камеру своего объектива вот смотрите поскольку мои канарейки еще не прям сто процентов перешли на зелень я даю небольшие кусочки пучочки зелени вот пожалуйста видите как молодые особи с удовольствием поедают молодую зелень немножко меня смущаются а вот здесь молодая самка то есть не молодая просто самка кушает тоже зелень и она будет кормить своих птенчиков которым на сегодняшний день двадцать седьмой наверно двадцать восьмой день но они еще не не отсажены я отсаживаю в 30 дней буквально может через четыре дня буду отсаживать вот видите маленький птенчик он тоже он видит как самочка кушает травку и тоже пытается клюнуть траву вот 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 видите то есть маленький птенчик уже видит он смотрит на своих родителей они как учители и он все воспринимает также он научился кушать мягкий корм зерно и вот даже сейчас мы с вами вместе видим как он кушает зелень также надо подвести итог значит такой итог не то что там все такое хорошо что такое плохо хочу сказать для людей которые допустим новички там или не как бы слабо ориентируются в пищеварении в кормлении канареек кто-то может быть скажет как же там поносы там могут быть объезд от травы друзья мои поносов у канареек от зелени быть не может если вы правильно перевели своих птиц на зелень максимум что может быть у канарейки это разжижение окала а разжижение окала это очень даже хорошо если сравнивать с запорами допустим допустим была у нас зима зима была канарейки ели зерно и мы все думаем ой как хорошо канареечки вот у них и кал нормальный все сгруппировано но если канарейку держать на одном зерне сухом не давать ей не овощей не пророста не такую зеленую пророщенную пшеничку овес делают зимой если этого не давать то у канарейки будет запор обратите внимание вот если мне не верите канарейка она прыгает и перед тем как ей испражнится она делает таких два-три небольших присеста как бы чуть-чуть несколько раз присела 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 потом раз сходила в туалет это наличие запора так что друзья кормим травой канарейка набирают цвет пищеварение у них улучшается и в принципе я минусов вообще никаких не вижу кто видит минусы друзья ну будьте добры напишите рассмотрим эти минусы разберем превратим их в плюсы и наши канарейки будут только счастливы если мы будем за ними хорошо ухаживать будем грамотно их кормить они так что там раз-два и это нельзя и это нельзя и это тоже нельзя кстати я нашел литературу небольшую за 1812 год и у тех у канароводов того времени основное основное меню канарейк основное как бы количество было конопли на 7 представляете кто бы мог подумать а сейчас много литературы пишет что вот дневная порция дневная порция зерна должна должна составлять там одну-три максимум четыре зернышкой конопли а вот видите как получается в россии в 1812 году наибольшее количество составляла в зернового ну вот зерновой состав наибольший процент составляла конопля как ни странно ну там еще было вареное мясо курицы там говядина это уже если кому интересно пишите я материал подготовлю расскажу поделюсь с вами но вот для меня было удивительно что в 1812 году канароводы кормили канарейк преимущественно коноплей и принципе у них все было хорошо канарейки разводились не жирели скажем так друзья подписывайтесь на канал жмите кнопочку спонсорство благодаря этому я посещать буду новые семинары потом буду делиться с вами там кстати и по поводу спонсорство кому что угодно если вы не хотите пожалуйста не не нажимайте не звоните не пишите не спрашивайте просто смотрите и наслаждайтесь канарейками если у кого-то есть какие-то вопросы как лечить как там тот все можете нажать созвонимся побеседуем чем смогу помогу в любом случае в беде вас в одиночку не оставлю до скорой встречи продолжение следует вот Субтитры делал DimaTorzok